Всем привет! Это фокбет-чемпионат континентальной хоккейной лиги Хабаровск-Платину. А Ред, сегодня здесь Амур играет свой очередной домашний матч в гостях в сказке. Поехали по Дальнему Востоку. Мы уже подговорились, сегодня увидим уже другую игру, потому что мы вошли в игру, в тонус игровой, вернули. И наши ребята сегодня будут уже более адаптированы к Дальневосточному графику. Вот какой рецепт против лидеров? Как планируете действовать сегодня? Самое главное сыграть проще и не бояться сыграть, получить удовольствие и доставить удовольствие болельщикам. И забить на одну больше, чем соперника. Ли, это вторая пятерка Амура, вторая пятерка СК, Дронов, Клотников, Грицук, Смирнов, Коромыслов, бросок Арсения Грицука. Отбивает Виктор Кобозев. Но постараюсь Армейсу довести. Делал до броска. Глотов довел дело до броска и до второго, и до третьего. Только третьим уже был Фальковский. И ты знаешь тот случай, когда три семерки не обозначают успех. Потому что сначала Глотов, потом Фальковский и не забил ни один, ни второй. Дубакин с броском. Но неплохой момент отбивает Павел Майсевич. Причем Черенков, Черенков и нет ничего более противного для бросающего, когда шайб попадает в Черенок в артарю. Так, а тут Кобозев, ошибка, гол 1-0. Или это штатка? Ну, мне тоже показалось сразу, что шаг залетел. Ну, подожди, тут все еще рядом с воротами намора Кузьмин. Ну, если зашла, то остановят встречу. А вот побежали в другую сторону Талалуев налево. И Олег Линь не смог бросить. Ну, видимо, гола там все-таки не было. Игра разошлась, разбежалась. Алистров на пятак. До Глотова шайба не дошла. А зато вот отсюда Карамыслов гол. Ну, это теперь точно 1-0. СКА выходит вперед. Поздравляем Арсения Карамыслова с этой заброшенной шайбой. Причем все началось с отбора в чужой зоне. Выигранное единоборство. Отброшенная шайба Хабаровчанином. Щемеров, кажется, отбрасывал ее, да. И расстреливал Карамыслов с ползоны, с щелчка. Ну, и, наверное, логично, что счет матч открыт, потому что повеселее стало. Так, и вот Амур бежит отыгрываться. Игнат Коробких 1-1 делает счет. Моментально. И очень красиво. И еще давай передачу Талалуева отметим обязательно. Амур делает 1-1. Талалуев при выходе 2-1 с Олегом Ли потренировался. И в этой ситуации с заброшенной шайбой уже отдал наиточнейшую передачу. Ну и Коробких очень здорово подстроился под эту шайбу. Отправил ее под планку и от перекладины. Кулик отобрал. Отдал. Так, Грачев с броском в дальний угол. Но с другой стороны узка. 12 бросков у Амура 6. Створ. И бросок в ближний угол. Добивание. Очень опасно от Грицука. На Бродкерста. Бродкерст направо. Владислав Барулин. Так, на вершину. И Гольченюк. Момент хороший. Падает Пайковского. Костный разворот в сторону ближнего борта от Смирнова. Смирнов еще сразу на Плотникова. Тот левее. Бросок Грицука. Кобузев отбил. Андронов. Очень мощно. И опять на месте. Виктор Кобузев. Мищенко от тени линии в Бордск. Ка вывел. И еще одна остановка будет? Нет. Ну, будет точнее, но уже все. Это итог периода. Итог периода-то, Алексей, по-моему, очень весело. Вообще, как воспитаннику Амура, каково это забивать дома на родном льду? Какие это эмоции? Это замечательные эмоции. Вот мой родной город. Приятно, когда люди на улицах издают. Но чтобы так было, надо хорошо играть и выигрывать. Тайрулин пытается продраться вперед. Не получилось. Барулин теперь пытается проехать имени Тишина. О, передача, передача. Гольчанек на вершину. Рыло. Бросок. Гольчанек добивает. Вот так вот параллельно воротом шайба пошла. Плотников Грицук. И бросок от Арсения. Андронов чуть не забил. Не удалось. Не удалось сыграть по ней. И, как бывает, что защитник Юрандо снял с крюка шайбу. Классная передача. Кузьмин. Ну, скорости, конечно, не хватало, чтобы убежать один на один. Но Смирнов увидел Кузьмина. Отдал. Точно отдал. Открывается под дальней. Ой, а там высоко поднятая, по-моему, была по Арсению Карамыслову. Неаккуратно, неаккуратно. Хотел сыграть рукой, но клюшка оказалась поднята. Подожди, ну, рукой хотел сыграть Карамыслов. А вот игрок Амура, по-моему, хотел как раз и клюшкой сыграть. Так что Смирнов шайбу хотел ее сохранить, оставить рядом с собой ее. И побежал Слепец, побежал Слепец. Булит. Ну, булит. Даже не знаю, что лучше. Слепец, который в меньшинстве убегает к чужим воротам. Поехал Гольченюк, смотри. Поехал Гольченюк. Поехал Гольченюк. Забил 2-1 Амур. 2-1 Амур выходит вперед. Знаешь, что хорошего было в поле Никишина вот в этой ситуации? Знаю, что ребята не получат минус один, те, которые играли. Ну, это тоже то, что в большинстве потом будет 3-45 играть. А если бы он нарушил так, то минус 2 минуты было бы. Скав встал в сужой зоне. Никишин. Кайрулин. Так, Кузьмин, Кузнецов. 2-2. Ну, смотрите. В первом периоде Ска забивает, потом моментально Амур отыгрывается. Здесь Амур забивает моментально Ска, отыгрывается, делает этот Кузнецов. И что важно, последний пас на счету Кузьмина. Потому что в пропущенном голе, и в том, что там Никишин палил и булит зарабатывал, я думаю, что определенная вина Кузьмина имеется. Так точно. И здорово отлал передачи на дальнюю штангу. Кузнецов остался на площадке. Кузнецов с шайбой. Передача на Никишина. Снова Кузнецов. Так, снова Никишин. Замах. Щелчка нет. Хайрулин. 3-2. Ска реализует два подряд большинства. И уже ведет в счете. Вот вам Дюрандо. Вот посмотрел бы хоть раз Дюрандо. Вверх там, я не знаю, или направо, и не поднимал бы свою клюшку. Вообще бы ничего этого не было. Был бы счет 1-1. Был бы счет 1-1. А вот так Дюрандо, причем одной рукой-то. Я вспоминаю вот это нарушение правил, она глупейшая. Так, момент. Скидка. Гол. Вновь Гольченюк. И он, конечно, должен сказать большое спасибо Алексу и Бродкерсу. Какой красивый гол от Амура. Очень красивый. Очень красивый гол. Я получаю удовольствие, да, комментирую сегодняшний матч. Но Гольченюк, то если не он, то если не он, а дубль на счету Алекса. И для него это не просто матч. Я думаю, что он максимально заряжен. У меня один вопрос. Станислав Бережной дебютирует в континентальной хоккейной лиге или нет еще? Кобазев. И вновь не очень хорошо сыграл Виктор при игре клюшкой. Дальше, правда, справился с одним и со вторым броском. Ну и все. Встреча на паузу поставлена. Отмечу, что придержал ворота Валентин Зыков. Хотя они так падали на Виктора Кобазева. Валдаев. Шанс для СКА. Побежал Грицук. Бросил, но вытащил Кобазев. У меня сейчас обратно внимание, что была пересменка. И Плотников проиграл с Кузнецовым. И гораздо лучше получается в этой ситуации. Кузьмин, Кузнецов, Хайрулин. 4-3 СКА вновь выходит вперед. Как же здорово бросает Хайрулин. Какой же он точный и не такой, может быть, сильный, но насколько он точный. И бросает в те места, где гонкиперу невозможно поймать эту шайбу. Отличная передача, точная передача. Опять-таки отобранная шайба. И передача налево. Хайрулин. Карамыслав. Так, блин, и не попал. Не прошла передача. Зато Никишин перехватил. Ножками добавил. 4-3 Никишин, Кузнецов. Никишин симпатичный бросок. Конечно, не сильный, но было интересно. Но опять всего началось все с потерей в средней зоне. Не докатилась до него шайба. Пальковский классно обыграл одного. Дальше в центр. Передача направо. Пошла смена. Плотников. Шайба под Кобозевым. Добивание. По-моему, Виктор справился все-таки. Справился. Не видел он броска. Момент броска, потому что перед ним стоял Зыков. И шайба выкатилась из-под вратаря. И Зыков не смог среагировать. Но я так понимаю, что по реакции и публики, я думаю, что партнеры подсказали Кобозеву. Плотников. Вот хороший выход из зоны Грицу. Так, Арсений. Смирнов бросил. Замечательный шанс у Никиты. Вполне мог остановиться и 5-3. Грицу, перехват. Включение защитника. Плотников. Передача. Фантастика. Но до Андронова шайба не дошла. Там даже сирена прозвучала, что ли? Да, да, да. Очень результативный матч мы видим, пока не отпускают вас далеко хабаровчане. Вот ожидали такой игры от Амура сегодня? Ну, в принципе, готовились к серьезному сопернику, потому что у них была пауза, а у нас была игра. Поэтому климат и часовой поезд влияют тоже. Поэтому очень серьезно готовились и хорошо пока играем. Ну, Макаров уже играл в этом матче целых 60 секунд. Челчок от синей линии. Гол! Ну, вот я думаю, что тут, конечно, уже можно спросить Виктора Кобозева, потому что, по-моему, зашло то, что не должно было заходить вообще. Никита Смирнов. Челчок от синей линии. И он забивает. Давайте поздравим Никиту, потому что второй матч за СКА в этом сезоне. Первый гол. Он в прошлый сезон полностью провел в Минске. То есть много играл. Но вот сейчас в СКА второй матч. Тут, чтобы что ни говорил, Смирнов слабый шелкнул. Ну, хорошо, там Макаров был, но далеко. Вот должен был ловить этот курсок Виктор Кобозев. Ну, а еще и удаление. Все еще с ними зарабатывает Евгений Грачев. Не аккуратно весил в Ожлепорте. И заполчет Клюшко их сейчас отправится на СКА в Шелклиппорте. Стал в кастерской зоне. Кузнецов. Он пишет. Кайрулин. Кузнецов на дальнюю. Гол от Сергея Плотникова. 6-3. В общем, я так думаю, знаешь, что там и Кузнецов замыкал вот эту передачу с большим удовольствием. Ну, все очень просто. Все очень размеренно. Одна разрезающая передача от Кайрулина. И такое ощущение, что обороняющиеся немножко потеряли эту позицию. И не успели просто даже крутить головой и находить самых опасных игроков в этой ситуации. Роман Аккуберг дает поиграть новому вратарю. Кузнецов должны, наверное, выходить как-то и другие. И так. Коротких на дальнюю. Олег Ли не забивает. Ну, вот сейчас забей. Гол просто. И вот интрига. Она повернулась. Интрига повернулась. Но Олег Ли, я не знаю даже, что ему помешало попасть по шайбе. Барулин. Так, Барулин на пятак и вылавливает Бережной уже. Барулин-то молодец. Шанс для партнера соорудил. Хорошая передача. Слепец в их. 1 на 1. Бережной вновь спас. И вот тут мне Слепец понравился. Как быстро он сориентировался. И рукой поймал, и опустил. И самогласно в ни игры не вошел. Но в то же самое время, когда риски не нужны, они просто легко бросают в зону. Момент у Армейцев. Шеймарданов справился. Там чуть был не захват от Ивана Зинченко. Горецов. Знаешь, давно не называли Глотова. Хавилия. Так, вот момент у Карамыслова. Мог дубль оформлять. Дидунов, Алистров и Демидов. Значит, все-таки опять на три звена перешли. Да, это на три звена перешло. Олег Ли. Гол. 6-4. 5 с половиной до конца третьего периода. Станислав Бережной пропускает первый гол за СКА. Олег Ли все-таки забил. Продлевает. Продлевает. Свою результативную серию. Но он до этого, мне кажется, у него были очевиднее возможности забить. И вновь работает от тройки нападения. Вот она опять создает момент. Барулин. Бродкер. Центр. Гальченюк. Бросок. 6-5. Забивает. Аликс Гальченюк. Это хит-трик в его исполнении. Ворота своей бывшей команды. Амур в игре. Опять Амур забивал Алексей. Мне сейчас очень интересно, какие мысли в голове у наставника армейцев по полной смене вратаря. Фарс это был или нет? Жалеет он о том, что сменил или нет? А если обратно сейчас? Поздравляем Аликса Гальченюка. Очень важная игра для него. Очень важные три заброшенных шайбы. И это просто лишнее подтверждение слов о том, что он сейчас в порядке. Даже не будем говорить. Слепет направо. Олег Ли полетел к чужим воротам. Олег Ли бережной. Добивание кулика не попал. Евгений по шайбе. Кулик в центр. Слепет. Щелчок оттенет. Кэмерон и шайба на пятачке. Добивание бережной спасает. Партнеры стоят. Гальченюк едет. Передача на Бродкерста. Амур. Так. Кузнецов. Вперед. И Хайрулин, похоже, тоже побежал за хитриком. Да. У нас два хитрика. У Гальченюка и у Хайрулина. Но ИСКА, пожалуй, этим голом снимает вопрос победителя. Ну и доказывает. Вот она самая результативная команда всей КХЛ. Разосаду он. Косичона. Ну и давай скажем о том, что позиционала еще одна передача. Еще одну наборную очку в сегодняшнем матче. Блин. Ну здесь есть только СКА еще. Один гол забьет. Халяков. Не забьет. Ну и да. 7-5. Ну что же. С победой СКА. Это во-первых. Во-вторых, спасибо командам за очень веселый матч. Здорово играли. Зрелищно. Но сегодня этого все-таки было недостаточно. Вот вообще насколько обидны такие поражения? Такие поражения их много. Очень обидно. Нельзя с таким соперником давать такие ошибки. Потому что они любую ошибку соперника используют. Ну улучшили реализацию. То, что конечно радует. Забили 7 голов. Это тот уровень, к которому мы стремимся в каждой игре. Ну конечно много пропустили. Есть что улучшить. Ну тяжелая, скажем так, поездка у нас. Ну в это же время наши ребята не искали оправданий. Выспались, не выспались. Не имеет значения. Выходим, побеждаем. Поэтому я благодарю команду за эту победу. Очень тяжелая победа на характере. Я думаю зрителям тоже сегодня все понравилось. Много голов забили обе команды. Очень зриличный хоккей. Я думаю такой хоккей будет привлекать больше зрителей на трибуны. Мужики, всех благодарю за эту победу. Молодцы. Командная победа. Все красавцы. И конечно хочу отметить дебют сегодня у нашего вратаря Бережного Станислава. Поэтому дебютом спаси нас. Победа всех. Победа. Молодцы. Парни все красавцы. Важная победа. Сегодня хотел отметить нашу скамеечку. Красавцы. Давайте. Поехали домой. Раз, два. Скоро.